Рабочий день депутата Артема Грудинина, как и всех его коллег по депутатскому корпусу, не нормирован. Проблемы граждан он знает не понаслышке. Во-первых, я житель Ленинского района всю свою жизнь. И последних несколько лет я прожил в Горках Ленинских, поэтому, да, это мои родные места. Приятно то, что люди не стесняются подходить, у всех есть разные вопросы. Не всем, правда, получается помочь, потому что иногда вопросы такие нерешаемые, по крайней мере, на местном муниципальном уровне. Но зато советом помочь, подсказать, каким лучшим способом решить данную проблему, это всегда пожалуйста. Естественно, не только советом помогает своим землякам Артем Грудинин. В отчете о работе депутата, как правило, включаются только заметные дела. И очень многое, как говорится, остается за кадром. Я такой активный житель, мы поддерживаем с ним постоянный контакт. Помогал во многих случаях, вот крышу делал я. Вот он вызывал сюда и генерального директора, и подряд организации. Работает человек, старается, помогает, чем может. Совет депутатов, администрация округа – две ветви местной власти. И по мнению Артема Грудинина, его задача – быть проводником надежд и чаяний жителей. Когда эти две параллельные ветви работают совместно, то получается очень хороший результат. С Артемом Павловичем мы постоянно в контакте, знаем через него от наказа жителей, от требований. Так что, да, работаем постоянно вместе. Прием жителей депутат Артем Грудинин проводит два раза в месяц. Один прием проходит в Горках, другой – в поселке Петровское. Но с просьбами люди обращаются, как мы уже упомянули, в любое время. Приходят люди с конкретными вопросами по Ленинскому городскому округу, по конкретным нашим территориям. И чаще всего там либо депутатским запросом, либо, извините меня, банальным телефонным звонком всегда можно попробовать помочь. У Горкинского храма первосвятителей московских кипит работа, убирают снег после обильных осадков. И здесь, как выясняется, не обошлось без действенного участия депутата. У нашего храма очень много друзей, очень много неравнодушных людей, которые любят храм и помогают этому храму. Один из друзей нашего храма, это как раз Артем Павлович, помогает этому храму всячески и физически помогает. Приезжали люди, они помогали и расчищали здесь все эти сугробы. И он сам тоже приезжал и помогал здесь в уборке территории вместе со мной. Артем Грудинин признает, до реализации многих поставленных целей еще довольно большой путь. Но главное идти вперед, и тогда все получится. Когда я избирался, у меня было порядка 15 депутатских наказов, которые, естественно, до завершения своего срока я бы очень хотел реализовать. Но, вы знаете, большим-большим прорывом в этом году было то, что мы наконец-то сделали дорогу на кладбище в деревне Коробова. Как только съемка закончилась, к Артему Грудинину тут же подошла одна из местных жительниц. С очередной просьбой, а может быть, пожеланием, люди знают, что их депутат в помощи не откажет. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.